Продолжается программа «Разворот на бизнес» в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Ну что, еще раз представим наших гостей, обозначим тему. Тема называется «Детский возраст. Альтернативное бюджетному образованию и просвещению». И в гостях у нас представители, очень, кстати, не знаю, как те, кто слушал первую половину, прям с горячими глазами и от души рассказывали о том деле, которым они занимаются, хотя дела абсолютно разные. Это Наталья Панкратова, создатель, руководитель Центра музыки и речи Амады. Это Наталья Гончарова, создатель, руководитель Лингвистического инновационного центра образования «Лицо». И Елена Петушкова, руководитель Центра развития Копленок. Мы много уже вещей, связанные с бизнесом, как он основывался, как привлекали к себе людей, может, не может, должен ли человек быть профессиональным, иметь профессиональное образование педагогическое или нет, это мы уже обсудили. Но мне интересно другое. Понятно, что рынок этих услуг развивается. Появляются какие-то франшизы по ментальной арифметике, я смотрю, на каждом углу практически. Я уверен, что и в ваших секторах тоже частные детские сады и детские центры появляются и исчезают. В чем вы конкурируете, вообще усиливается ли эта конкуренция, чувствуете ли вы, или у вас есть стабильный контингент клиентов, посетителей, детей, которые ходят, которые приводят знакомых, и в чем тогда ваше конкурентое преимущество? Вот так вопрос задам, с Натальей начнем. А можно я еще тоже дополню эту копилку, потому что это правда интересно, просто я тебя слушала и представляла, как ты это описываешь, что появляется и исчезает. Это же в центре ментальной арифметики, я никогда не ходила, и было действительно очень много, теперь я тоже вижу, что они закрываются, закрываются, закрываются. Я бы хотела, чтобы гости начали с того, чтобы действительно в целом сейчас поляну обрисовали, как это все выглядит, изменился ли как-то тренд. Ну, если есть понимание именно в целом по поляне, хотя по своему сектору, я думаю, что мониторинг все равно вы делаете, смотрите, где кто появился, там сильный и не сильный конкурент. Ну и как-то сравните, посмотрите там в истории хотя бы пятилетние, а может, десятилетние, если вы скажете, потому что мы с Олегом действительно делали не один эфир, и нам тоже интересно, как все меняется. Наталья. Постоянно появляются языковые центры, приходят франшизы, и, естественно, это ощущается. И что касается преимущества, на мой взгляд, самое главное, то, какая атмосфера в центре, и качество образования, которое даётся преподавателями. И, вы знаете, для родителей самое важное, чтобы их ребёнок был доволен, счастлив, и у него были хорошие знания. Эти знания измеримы. Можно видеть это в результатах школьных оценок, это можно видеть в том, насколько комфортно ребёнок чувствует себя, например, в поездке за границей с родителями. Потому что мы получаем обратную связь, что ребёнок разговаривает, мы помалкиваем, а дети наши разговаривают. И у нас получается таким образом, что, как Олег задавал вопрос, сохраняется ли контингент. Да, мы сохраняем контингент, у нас семьи учатся годами. Я могу увидеть, как растут дети, как приводят семьи своих вторых детей, как семейная пара ему с женой занимаются параллельно тому, как учатся их дети в центре. А у вас для разных возрастов? У нас совершенно для разных возрастов. У нас совершенно для разных возрастов. Да, абсолютно для разных возрастов. А обозначить, из какого возраста? С трёх лет. Даже с двух с половиной, когда сильно родители хотят, наши преподаватели занимаются с детьми в творческой мастерской по английскому языку. Бамблби мы её называем. Это моя авторская разработка. И мы занимаемся с ребятками совершенно раннего возраста, и школьного возраста, и студенты, и взрослые люди. Все-все-все имеют такую возможность заниматься в нашем центре, разные языки изучать. Ну, в основном, конечно, сейчас тренд на английский язык. Я, конечно же, отслеживаю компании, которые появляются на рынке. Но моя основная задача, и задача, которую я ставлю перед педагогами, это быть абсолютно влюблёнными в своё дело и постоянно повышать своё мастерство педагогическое. А программами конкурируете? Вы знаете, сейчас... С другими юридическими центрами? Это, скажем так, что сейчас все занимаются, в основном все занимаются по одним и тем же программам. А что это за программа? Прекрасная, потрясающая программа Оксфордского университета. То есть в этом мы абсолютно не уникальны, потому что, куда ни посмотри, все занимаются по этим программам. В этом году мы перешли с школьным звеном полностью на учебное пособие Кембриджского университета. Я это сделала... Конкурента Оксфорда. Да, да. Но я это сделала совершенно вот с таким прицелом. Я очень хочу, чтобы все учащиеся центра сдавали международные экзамены. Кембриджский университет позволяет сделать этот шаг для тех родителей, которые... Надо сказать, что даёт международный экзамен. Международный экзамен — это прекрасное портфолио. Это языковая подготовка поступенчата, не спеша. Дети с раннего возраста, то есть уже дети во втором, в третьем классе, потихонечку осваивая программу, языковую программу... Я сейчас не об этом, Наталья. Вот ты сдал международный экзамен. Что это тебе даёт? Ой, ну, это, во-первых, если этот международный экзамен сдаёт человек, который планирует в дальнейшем трудоустраиваться в других городах, это однозначно конкурентное преимущество для... В других странах, я бы даже сказала. И в других странах, да. Поступление в университет. Если поступление в университет, то, конечно же, имея в портфолио международные экзамены, это уже, опять же, конкурентное преимущество для такого абитуриента. Насколько я знаю, поступить в вузы других стран, европейских стран, невозможно, если ты не сдал международный экзамен. Конечно. И мы готовим к этим международным экзаменам либо в группах, либо в индивидуальном порядке. У нас берут уроки москвичей, Санкт-Петербург, Казань, Пермь. Дистанционно. Дистанционно по скайпу мы готовим к международным экзаменам. Поэтому наши студенты благополучно сдают международные экзамены, реализуют свои планы и цели уехать учиться за границу или работать за границу. То есть это тоже акцент. Я тоже хочу вклиниться, на самом деле. Мне обидно просто, почему всё время звучит английский язык. На самом деле, языков много. Это фанат немецкого языка и культуры. Олег Прохорович. Вы знаете, я тоже люблю разные языки. Вот какой есть запрос, такой и есть, соответственно, ответ. То есть если есть запрос на испанский? У нас есть педагог испанского языка, японского, китайского, немецкого, французского. То есть, пожалуйста, всё, что только ваше душе угодно. Я успокоюсь. Даже араб. Так, хорошо. Теперь конкуренция на рынке ваших услуг, Наталья. Я сейчас к Наталье Панкратовой обращаюсь. Хотя тут такая деятельность смежная, это и развитие мышления, развитие музыкальное. То есть многие ли вообще предлагают это? Есть ведь, в конце концов, музыкальная школа. Наверное, главный конкурент. Я начну, наверное, ещё раз скажу, что я целенаправленно выбрала такое узкое направление. Я знаю, что нет никого с таким названием, потому что часто студия развития, там, Светлячок, Почемучка, да, она предполагает большой, так, спектр каких-то услуг, да. Причём до сих пор ещё нету, как назвать нас, то есть нету вот кода Акведа, вот когда открывает предприниматель, чтобы студия развития. Нет такого. Есть клубная деятельность, есть там досугоразвивающая деятельность. Пока вот ничего не придумали, чтобы мы назывались. Вот. И хочу сказать, что занимаются дети от года, и у меня есть лицензия, название методики «Музыка с мамой». То есть дети занимаются с мамами. Ещё не пошёл, а уже с мамой музыкой занимаются. Ну, вообще есть такая программа «Санатал» по Лазареву, которая занимается… Вытарабиоматери, да? Да, совершенно верно. Это тоже музыкальное развитие, там они поют и цвета, и цифры, и всё считают. Это большая, причём она в больших городах, очень востребованы такие центры, они базируются даже в роддомах, в медицинских центрах. То есть это уже как бы научно всё доказано и обусловлено. Так вот. Вот сколько пропущено, думаю я. Ничего не пропущено, мы об этом знаем, мы это наше будущее поколение. И вот поэтому моя главная задача, да, я как-то не думаю о конкурентах, я думаю о том, что я делаю, как я делаю, и что от этого происходит, какая волна идёт. Да, ну вот, допустим, на сегодняшний день я пошла, у меня есть два звонка, да, и я понимаю, что да, идёт. И спрашиваю, откуда, да, то есть у меня есть много с детской площадки. То есть я понимаю, что это во дворе, это живой отзыв. И моя задача, когда приходят годовасики, мы их ласково называем, все так называют, кто, да, с мамами, понятно, что цель-то стоит, надо понравиться нашим современным мамам. Ребёнок-то, но ещё стоит задача, я пытаюсь заставить мам всё делать, то есть есть такие мамы, которые пришли, посадили, смотрят, наблюдают. У меня такого нет, я заставляю. И они потом благодарны, потому что тот же поход в фитнес, то, что они делают с детьми, то есть у нас же занятие называется музыка с мамой, но это и на крупную моторику, это на мелкую моторику, это творческие занятия, это песни, стихи, то есть на фитболах, много-много. То есть за полчаса мы выходим все уставшие, всё, они пошли уже обедать и спать, да. Поэтому можно много говорить о конкурентах. Я считаю, что надо делать с большой любовью, с отдачей, и ты понимаешь, когда к тебе возвращаются и ведут друга, то ты не думаешь о конкурентах. Высокий уровень сейчас вот накала такого, да, любви к своему делу в нашей студии. Лен, конкуренция? Конкуренция, да, она была, есть и будет. Я как этот шахматист, у меня всё логично. Она помогает. Это круг, Эйлера. Вообще есть круг. Вот наша вселенная, всё это круг. И мы его делим на сегменты. Бизнес, круг, делим на сегменты. И дальше уже мы решаем, в каком сегменте мы будем действовать, в широком или в узком. Можно действовать в очень узком сегменте, оказывать эксклюзивную услугу, единичную. И быть там один. И ты будешь там один, потому что ты там гений, ты что-то создал. Вот ты этим горишь, и тебя невозможно повторить в этом. Можно действовать в широком спектре. То есть каждый волен выбирать, что он будет брать, объёмом или эксклюзивом. Ну а вы-то? Мы эксклюзивом. Я не скажу, что это эксклюзив. Эксклюзивным объёмом. Я хочу сказать, что мы берём основательностью, то есть мы берём комплексным подходом от и до. То есть мы прослеживаем всю цепь, все этапы развития ребёнка. То есть от рождения, это медицинский центр сопровождения беременных. Дальше ребёнок идёт к нам с двух лет. Дальше 50% уходят в лицей. После лицея они идут вот туда. Я просто когда начала готовиться к эфиру, думаю, надо пошерстить литературу. А лицей сотрудничает с Высшей школой экономики. Мы сейчас про Кэппл говорим. 29 июня 2019 года издана монография от универсальной доступности к современному качеству. Дошкольное образование России. 344 страниц. Я просто испытала невиданный кайф. Что там? Что там? Там огромный труд, монографии. Расписано всё от и до. Я понимаю, что мы выбрали именно тот сегмент. Сопровождение ребёнка. Ну практически семейное и так далее. То есть до высшего звена. Поэтому мы работаем так, основательно. Конкуренты есть, но очень мало кто способен. Прервёмся на полминуты и вернёмся в студию. Да, возвращаемся в студию. Ускоряемся, что называется, потому что очень много тоже вопросов. Напоминаю, что мы сегодня говорим об образовании, просвещении альтернативным бюджетному для детей дошкольного возраста. Я хотел остановиться. У нас заголовки-то это есть, альтернативные бюджетному. Но мы как-то эту тему не совсем, наверное, по ней поговорили. Почему? Потому что бизнес обычно идёт туда, где есть либо недостаток бюджетных услуг, либо хромает их качество, как у нас там в сфере здравоохранения. Долгое время было. То есть всегда это замещение какое-то. И здесь, говоря о конкуренции, понятно, что в этих сферах образовательные услуги бюджетные, они тоже присутствуют. И родители, наверное, для того, чтобы сделать шаг в вашу сторону, он должен подумать ещё о дополнительном вложении средств. Насколько для вас бюджетные учреждения соответствующие являются конкурентами? Или вы как раз позиционировались за счёт своих конкурентных преимуществ и уже не видите в них большого риска, страха и так далее? Можно коротко. Да. Я полностью Наталью поддерживаю в её мнении. Говорит Наталья Гончарова и кивает на Наталью Панкратову. Да, всё верно. Потому что если только думать о конкурентах и рассматривать каждое образовательное учреждение бюджетное или небюджетное как конкурента, то никогда не хватит времени на развитие своего собственного дела. Я считаю, что надо идти вперёд, двигаться в том направлении, которое для себя выбираешь, и чуть-чуть оглядываться, конечно. Но в основном мой день, моё время, я думала об этом, расписано таким образом, что я не успеваю. Я делаю проект за проектом, одну образовательную программу за другой. И у меня нет даже времени, чтобы оглянуться и посмотреть, существует там кто-то за моей спиной или нет. Скорее всего, да. Но мне не до этого. Мне нужно поработать с теми людьми, которые к нам приходят. Наталья? Ну, я думаю, знаете как, вот маленькие дети, мы знаем, что с трёх лет сейчас предоставляют место в садах, да, государственных. И я думаю, что они благодарны, что есть такие студии развития, которые готовят, адаптируют детей к полному дню пребывания. То есть и у многих современных мам именно запрос на наши студии, студии развития, я беру в широком смысле этого слова, адаптировать ребёнка к этому, к социальной среде, к умению общения, показать границы, что есть не только мама, не только папа, есть что-то много интересного в этом мире, да. И также мы, я думаю, дополняем друг друга, так как сад всё равно ограничен во времени, в каких-то занятиях, у них есть свой лимит, хотя есть и частные сады. Но я понимаю, что родители приходят, если у них есть английский, они видят, они ещё хотят английский. Если они хотят петь, он ещё может научиться петь, да. То есть мы и конкурируем между друг другом, и дополняем, и помогаем друг другу. Поэтому всё на нашей земле гармонично и дополнительно. То есть, Наталья, ничего не изменится, даже если будет открывать группа кратковременного пребывания бюджетное для всех желающих? Ну, для всех желающих всё равно не получится. Где-то какие-то объёмы, район, город, квартал, да. То есть, вот, 4,25-этажки, да, у нас в нашем доме, ну вот он считается одним домом, да, 4,25, и там между ними по 9, два детских сада. То есть, если вернёмся к садам, у меня сейчас есть вопрос, если я могу плавно перейти к Елене, да, вопрос. У нас в нашем доме два частных детских сада. Они заполнены. И у меня, когда мы переехали в этот жилой комплекс, мне нужно было Милану младшую, так как у нас было там с августа месяца в бюджетный сад идти, да, я пошла, мне же удобно, в нашем доме, да. Мы пришли в этот садик, так как я понимаю, что должно быть в саду, как должны выглядеть группы, что, конечно, я очень удивилась, что я увидела. Но мы ходили две недели, потому что мне надо было работать, я открывалась, ребёнка, бабушек нету, не они нету. Значит, как расположен был сад, значит, на первом этаже сидит заведующая, одна группа, на второй этаж поднимаешься, и там группа полного дня. Но это комната, это не весь этаж. На первом этаже расположена... Столовая. Нет, не столовая, ремонт обуви, которая пахнет клеем. Вы представляете, вот ремонт сумок, ремонт обуви, как там пахнет, да. То есть в одном помещении, и там, где находятся дети на втором этаже, это одна комната, в которой они спят, в которой они играют, и в которой, ну, туалет. Там ограничено, по-моему, до четырёх лет, старше не берут, да. Помещение проветрить нельзя, когда дети. Я понимаю, что там душно, жарко, они открыть не могут, потому что там есть соседи уже. И у меня был вопрос, конечно, я понимаю, что нехватка, но, видимо, и требование то ли смягчилось, то ли проверки. Я не могу понять причину, почему есть у нас такие сады, и они существуют. Сейчас короткий тогда вопрос, у нас просто остаётся одна минутка до перерыва. Вот на этот вопрос, Наталья, а потом вы можете развернуть свой вопрос Елене. Почему такие сады существуют? Елене, вопрос. Потому что сейчас смягчились требования к открыванию всякого рода групп в жилых помещениях. Это в Кировской области или в стране? В стране. В социальной. Да. Прервёмся на короткую рекламу и вернёмся в эту студию. Возвращаемся в студию. Это программа «Разворот на бизнес». Олег Прохоренко и Светлана Занько. С нами Наталья Панкратова, создатель и руководитель Центра музыки и речи Амадей. Наталья Гончарова, создатель и руководитель Лингвистического инновационного центра образования «Лицо». И Елена Петушкова, руководитель Центра развития «Коплёнок». И вот здесь я хочу спросить. Мы не дали возможность Елене ответить. Решили на вопрос, почему такие детские? Наталья может быть задать. Или это был ваш вопрос, Наталья, по поводу, почему открываются такие группы? У меня ещё дополнительный был вопрос. Я как мама, да, просто мама, у меня вопрос. Когда я прихожу и вижу частные сады, есть на вывеске развивающий детский центр, название у него есть, и группа полного дня пребывания. То есть они там кушают, спят и находятся там, грубо говоря, с 9 до 6 часов. И есть детский сад. В чём разница, есть ли разница в лицензировании, в получении этой лицензии? Получается, две лицензии. Одна идёт на общее образование, а вторая идёт на дополнительное. Две лицензии. То есть детский центр – это ещё более высокий уровень должен быть? Центр развития – это по шкале государственных учреждений. Там есть уход и присмотр, и высшая ступень – это центр развития. То есть у нас идёт совмещение услуг по общему образованию, то есть первая ступень, и центр развития. То есть ребёнок помимо общего образования может получать ещё дополнительно. Например, пришла к нам Наталья, провела занятие. Вот я хотела как раз про это сказать. Оказывается, что Коплёнок с лицом взаимодействует. Взаимодействует. Расскажите про это. Я думала, это гипотетически. Нет, это не гипотетически. Это вполне рабочий диалог. У нас возникла рабочая ситуация. То есть была рекламация одного из клиентов по качеству оказания услуги. Ну, коли возник прецедент, его надо решать. То есть у меня есть педагог, который, в принципе, устраивает, и мне нужно оценить, на каком уровне оказывается услуга. Мама пришла и говорит, вот знаете, вот мне кажется. Давайте, кажется, исключаем, пригласим эксперта. Я обращаюсь к одному из своих клиентов, который занимается усиленным обучением своих детей. Она мне рекомендует Наталью. Я звоню и говорю, у нас такая вот ситуация. Можете ли к нам прийти, провести занятия, оценить, поиграть с детьми и мне сказать просто как руководителю, да или нет. Мне нужно понимать. На этом уровне мы повзаимодействовали и остались обе довольны. И как бы вот на сегодняшний день я... А родители у вас довольны и остались после вот этой экспертизации? Ну, по крайней мере, больше вопросов не возникало. Это очень хорошо, что всё успокоилось. Успокоилось прежде всего, потому что я смогла просто квалифицированно сказать, что был специалист. Провели независимый, видели дети первый раз, пошли на диалог, общались, я присутствовала на занятии. Я считаю, что это высшая заслуга. Поэтому на любом уровне можно взаимодействовать. Рабочий диалог может состояться в любой конкурентной среде, потому что эти услуги, они параллельны, они не пересекаются. Мы будем довольны друг другом. То же самое касаемо и музыкального развития детей. То есть на нашей базе работает множество специалистов. У нас работает художник. У нас работает глинолеп, я так называю. У нас работает студия конструирования лего, робототехника, рисование песком, хореографическая студия. И приходят люди, которые имеют свои студии в городе, но приходят, проводят с нашими детьми занятия, получают заработную плату. И все мы рады и счастливы. Это как дополнительная плата? Это идет дополнительная оплата. Или у вас вау-инклюзер, человек приводит ребенка и получает все услуги. У нас есть базовый абонемент и есть дополнительные услуги, которые выбираются клиентам. Как формируется цена? Расскажите. Это очень важный вопрос. Как формируется цена? Кто начнет? Ты почему-то еще почему? Это все видно на видео сейчас. Я могу рассказать, как формируется цена. Я думаю, что у нас разные опять же. Может быть. Значит, у меня политика какова? Формирование цены. Это капленок. Это капленок, да. Я хочу духи Шанель. Нет. Это последний вариант, куда я потрачу. Я сначала все считаю. То есть у нас есть составляющая бизнеса. Есть затраты, которые всегда есть. То есть это аренда, оплата питания, заработная плата, налоги и так далее. То есть формируется все, что есть. Бюджет сформировали. И дальше начинаем считать, сколько нужно заработать, сколько нужно заработать, чтобы обеспечить вот это. На какую мощность мы должны выйти. Вот когда я сказала свою цифру, мне покрутили. Я так это запомнила. Прошло два месяца, и я человеку говорю, вот помнишь, мы вышли на эту цифру. Вы не закладывали тогда еще норму прибыли? Мне тогда учредители сказали, что вот если мы откроемся при 20 человеках, вообще будет идеально. Мы открылись при 25, потом я посчитала и думаю, к Новому году будет так. То есть мы закладываем все затраты и дальше начинаем смотреть, сколько человек должно прийти, например, детей, клиентов, чтобы мы могли это окупить. То есть мы еще можем ничего не открывать, мы должны все просчитать. И если это становится реально, то есть ты можешь мозгами, руками все это осязать, потрогать, ты начинаешь это делать. А ориентируешься все-таки, возвращаясь к конкуренции, на цену конкурента или нет? Вот в данном случае мы уже не ориентируемся на цену конкурентов, потому что есть определенный уже сложившийся у нас, будем говорить, авторитет, уже молва и опыт. Поэтому как бы уже конкуренты на нас ориентируются, я могу без стеснения это говорить, потому что каждый август мне поступает звонок, вы будете повышать цены? Коллеги звонят? Да, я говорю нет. Мы бы хотели, я говорю нет. Ну вот, потому что этот рынок, он такой. Один повысил, повысят все. Какой разброс сейчас стоимости абонементов базового в полноценных детских садиках коммерческих? Огромный. Вот мне порой даже непонятно, как за такую цену можно оказать качественную услугу, когда речь идет, например, о 12 тысячах в месяц. Я сейчас не говорю о детях двух лет, двух-четырех лет. Даже в эту сумму невозможно вписаться с полным, как сказать, набором услуг. Невозможно. Поэтому, когда такая цена, например, в рекламе же видишь иногда 7 тысяч, у меня сразу вопрос, вы детей чем кормите? Это как раз про тот садик, 8 тысяч. Вы чем с детьми играете, кто у вас работает, какой специалист готов работать за такие деньги? Вот я сейчас хотела как раз спросить, что входит в набор, Елена прямо говорит. Еда, помещение, игрушки и другие необходимые там вещи. А самое главное – специалисты. Потому что это самое дорогое, наверное. Самодостаточный специалист не будет работать за 15 тысяч рублей. И это надо понимать прежде всего родителю. Это надо понимать прежде всего государству. Государству однозначно. В наших государственных садиках и школах. Ну, правда. Программа у нас не об этом. Да? Ну, нет. И об этом тоже. И об этом, безусловно, тоже. Конечно, да. Наталья, как формируете цену? Наталья Панкратова. Аманды. Ну, так как мой центр, я знала, где он будет расположен, конечно, я рассчитывала на тех детей, которые живут в нашем районе. Потому что это одна из основных при выборе центров мамы. Они, чтобы было удобно, ты взял малыша, дошел или вышел из подъезда, перешел в другой. Это, наверное, одно из основных условий при выборе детского центра, да. Потому что удобство, да. Отсюда складывается цена. То есть ты понимаешь, в каком районе ты живешь, кто живет в этих домах, какой... Кто твой клиент, да. Скорее всего, ну, вот в моем случае, молодые семьи, у которых есть ипотеки, это у каждого второго. Да, поэтому я в среднем минимум знаю, какая цена по городу, по своему центру, да. То есть я отталкиваюсь от нее и уже смотрю. То есть мне выгоднее сделать чуть побольше группу, но для мам, чтобы была цена чуть ниже и удобная. И, конечно, чтобы они ходили, чтобы они могли это оплатить. Потому что я реально понимаю наши зарплаты, что мы хотим дать детям, и в бюджет это не всегда входит. Сколько стоит базовый абонемент в Мадеи? Ну, у меня есть абонемент на месяц. Они могут сделать абонемент на полмесяца. Цена 2 тысячи, 2 300, 1 700, смотря сколько раз в неделю они посещают. Все-таки это развивающее занятие где-то раз в неделю, час, а кто-то ходит два раза. Там, в зависимости от возраста, получасовой или 45 минут занятия, смотря сколько. Поэтому цена варьируется. Но я знаю, что я могу себе позволить, когда я вырасту в своем имени, в своем качестве, когда я буду иметь результаты, то я не говорю, что я останусь на этой цене. То есть я должна развиваться, я должна расширяться и предоставить более хорошие условия, чтобы радовать не только себя, но и детей и мам. Я задам вопрос, а потом Наталье дадим слово. С точки зрения развития, как вы видите свое будущее? То есть в какую сторону вы намерены развиваться дальше? Мультиплицировать эффект, увеличивать саму студию или развивать спектр? Переезжать, франшизу продавать. Франшизу продавать, да. Ну, вопрос о франшизе встает, но я понимаю, что это такое. Я больше, наверное, творческий человек, можно было давно это все написать, в документы, потому что много уже, Наташ, ну давай, это уже столько. Я говорю, ой, я сегодня хочу так, у меня сегодня праздник будет, ой, сегодня мы печем пироги, я сделала соленое тесто. Я ушла в какую-то другую сторону. Мне нужен помощник, я реально это осознаю, пока я работаю одна. Что я вижу в будущем? Мне бы хотелось аренду, то есть мое помещение. Я знаю, что я хочу иметь хорошего логопеда, так как это центр музыки и речи. И моя задача научить детей говорить, потому что сейчас большой запрос. То есть у меня же есть задача, не просто я так вот радую, печем, поем и играем, да. То есть у меня есть задача, средствами музыки развивать гармоничную личность. И мы знаем, что музыка и речь находятся вместе. Мы стимулируем зоны речи, музыкой мы занимаемся и нейрогимнастическими упражнениями. То есть у нас есть цель, родители приходят с запросом. Очень много детей, которым ставят и задержку речевого, и психического. Они приходят с просьбой о помощи. Но это реально так бывает. И поэтому я работаю в этом направлении. Есть дети, у которых уже есть результаты, и кто рассказывает. Поэтому я хочу иметь дефектолога, хорошего дефектолога с результатами работы. Логопеда хочу иметь. Хочу более широко сделать школу музыки для малышей. Светлана говорила про музыкальную школу, я немного туда уйду. Все знают, что советские музыкальные школы кого-то отпугнули, кто-то бросил. Вот, допустим, муж у меня бросил свой аккордеон в третьем классе. Я не буду скрывать, я второгодница в музыкальной школе, хотя я имею музыкальное образование, стаж. Да, я бросила, я просто тайком не стала ходить. Раньше же не было сотовых, я прогуливала-прогуливала, нагуляла второй год. Папа сказал, я платил 123 рубля в месяц, ты будешь ходить. Я ему очень благодарна за это, что он меня заставил. Я доучилась, я полюбила музыку. И сделала, ну, как бы это дело моей жизни стало. Вот, и у нас есть такой проект, который, в принципе, уже начал работать. Школа музыки для малышей, где в игровой форме преподносится игровой сольфеджио, который все не любят музыкальный, да. Мы тоже даём начальную базу музыкального образования, с которой мне бы хотелось, чтобы они стартанули с любовью музыкальную школу. Пошли уже, не боялись классической музыки, да, не боялись интервалов, не боялись, там, я не знаю, каких-то строгих учителей, чтобы они поняли, что музыка – это хорошо. И ещё один проект, мы хотим в бэби-филармонию, когда малыши в памперсах могут ползать, слушать классическую музыку, живую классическую музыку, когда приходят музыканты, играют. Это уже, в принципе, везде в больших городах есть. Мы сами ходили, это коврики, игрушки, они строят. Не надо сидеть за стульями, не надо, как бы, не дышать, не шелестеть бумажками. Вы слушаете, они ходят, уши наполняются, мозг работает. Ну, то есть, есть у нас задумки. Поэтому, да, мы не можем не расшириться. Круто, круто, круто. Заряжены ужасно мы сегодня. С Олегом улыбаемся постоянно, щеки трещат. Правда, у нас остаётся три минуты до завершения программы, а у меня тут две трети списка ещё незачёркнутых вопросов. Но мы не дали возможности сказать Наталье Гончаровой, которая говорила, что круто, круто. Ну, я не знаю, есть ли необходимость говорить про ценовую политику, а вот про будущее, видение будущего, мне бы хотелось всё-таки услышать. С каждого, по минутке, будущее. Наше будущее — это развитие разных языков, развитие групп для дошкольников, школьников и взрослых в разных направлениях языковых. Это развитие онлайн-обучения, потому что это очень сейчас востребовано, и всевозможные авторские проекты. Я провожу английские марафоны, всевозможные поющие английские для взрослых и для детей, и разные разговорные клубы, которые тоже позволяют выходить на такой уровень, что мы не просто в классе занимаемся, а мы уже разговариваем и не стесняемся, не боимся говорить где-то за пределами города, в путешествиях. Вот эти все направления, которые я называю авторскими, нетрадиционными направлениями, я их и буду дальше развивать в полном объёме. Но, конечно, классический вариант уроков в классе, занятия... И очень важно, Вы же говорили про онлайн. Это дистанционка. Дистанционное обучение, онлайн-обучение. Я сейчас уже начинаю тихонечко это называть «Языковая школа Натальи Гончаровой», потому что, ну, очень много появляется запросов именно на онлайн-обучение, на марафоны. Франшиза? Есть мысль, потому что одна моя студентка из Нижнего Новгорода говорит, я хочу так же, как Вы, но у меня не хватит сил сделать это самой. Вы можете мне какую-то вот основу базу, я говорю, давай ты доучивайся, в Добролюбово, и мы с тобой всё это сделаем. По 15 секунд на будущее для двух оставшихся гостей. Наше будущее обозримое. Мы хотим единый комплекс детский сад, школа, то есть расшириться. Мы ищем помещение, и я думаю, что в обозримом прямо это будет сделано. Так, Наталья Панкратова, я озвучила фитнес-филармонию. Фитнес-филармонию, прекрасно. Фитнес-бэби-филармония. Бэби-филармония. Спасибо большое, Наталья Панкратова, Наталья Гончарова, Елена Петушкова, Олег Пахаренко. И Светлана Зинько. Всем хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова